В этом РД требования к неподвижным опорам, что они должны выдерживать распорные усилия, которые приводятся к действию давления на стенке гофра-сильфона, который стремится растянуться, и эту нагрузку должны воспринимать неподвижные опоры. Требования к направляющим опорам. Какие они должны быть? Основное требование к направляющим опорам. Их длина должна быть порядка двух диаметров трубопровода, и зазор между направляющим и трубопроводом должен быть не более двух миллиметров в рабочем состоянии, то есть в нагретном состоянии. Здесь же были изложены в этом же документе, как правильно монтировать компенсатор, что компенсатор монтируется уже после того, как трубопровод закреплен на опорах, вырезается катушка длиной равная, растянутым компенсатором влезается компенсатор, после чего он должен растягиваться различными стяжными устройствами. Это все требования в РД изложены, они есть на нашем сайте, эти руководящие документы, можете его скачать без вопроса. И когда в 2008 году, по-моему, вы начали заниматься системой качества, и одним из стандартов системы качества мы уже года на полтора разрабатывали вот этот стандарт организации по применению сельфонных компенсаторов в тепловых сетях, общие технические условия, как и требования компенсационного обладательства. Это появилось не просто так, к тому времени уже появилось очень много производителей, особенно предизолированных компенсаторов, которые покупали сельфоны, основной рабочий элемент, у разных производителей, в том числе и за рубежом, и делали каждый свою конструкцию. После чего происходили на объекте уже различные случаи выхода из строя, будут где-то герметичные, где-то другие проблемы. Вот мы тогда попытались за месяц теплопоставления выпустить стандарты. Параллельно в это время в Республике Беларусь вышел СТБ по сельфонным компенсаторам для тепловых сетей примерно в это время в 2010 году. После этого техническим комитетом 259 по инициативе и при нашем участии непосредственно согласовывали документацию, вернее, этот ГОСТ со всеми ведущими производителями компенсаторов. Это Билград, Энергомарш, Сплав, Новгородский. При непосредственном участии не комитетского партнерства мы, в общем-то, создали этот стандарт, нергосударственный стандарт по сельфонным компенсаторам, в котором указаны все основные технические требования к конструкции компенсаторов для тепловых сетей, к испытаниям на стадии изготовления, которые должны выполняться. Ну вот, впервые было узаконено циклы, количество циклов, которые должны выдерживать компенсаторов за время его работы. Срок службы, как ФСЗ 190 говорит, должен быть менее 30 лет. За это время компенсаторы должны обеспечивать выполнение следующих условий. Аварийная ситуация, то есть полное отстывание трубопровода при самой критичной температуре, то есть проектирование отопления минусовой. До максимальных таких циклов предусматриваются 10 аварийных случаев. Рабочий пуск, то есть пуск теплосеки 8. Вот температура где-то, ну, плюс 8 запустили до 150. Это 70% режим теплотации. Таких целей 150 за 30 лет предусмотрено. И рабочий экспозиционный режим при повышении температуры, при понижении температуры наружного воздуха в пределах 20 градусов соответственно температура теплосеки повышается или понижается. Таких циклов должно быть не менее 10 тысяч. Это не на гости. Дальше. Требования конструкции. Именно в теплосеке сегодня применяются не голые компенсаторы, а телефонное компенсационное устройство. Различная конструкция. Есть требования по тому, чтобы при различных боковых нагрузках они не теряли сельфоны, не теряли бойскую часть. Что произошло в первые годы эксплуатации в 1981 году. Здесь это требование расписано тоже. Дальше. Требования по материалу. При изготовлении сельфонов применяется не желеще сталь, но 8К18Н10Т типа. Наши в основном импортные. Но сегодня на рынке присутствует очень много производителей с китайскими, турецкими сельфонами, которые изготавливаются из стали тоже не желеще, но 8К18Н10, не содержащих титана в своей структуре. Как показал опыт применения, эта сталь склонна к казенному раскрескиванию. Вот если видите белый текст на нижней фотографии. Это ГУПТЭК-рептеплосец Санкт-Петербурга. Установлен компенсатор в 2003 году, демонтирован в августе 2006. Три года эксплуатации он без гнил. Из-за того, что попадание грунтовых очков, которые содержатся антиглориумные реагенты, то есть большое количество соли, и эта сталь склонна, в межпертагогере, к холодильному раскрескиванию. Также сталь не должна быть стойка к кристалитной коррозии. Значит, вот видите на левую фотографию, сварной шов сифона. Это на складе компенсатора лежит, в состоянии поставки рядом со сварной шов. Швом уже появилась коррозия. Через несколько, буквально 2-3 года эксплуатации появляется во всей поверхности сифона, вот аналогичная коррозия. Сифон прослужит не более 3-4 лет. Дальше. Требования к испытанию в процессе изготовления. То есть все компенсаторы, которые изготавливаются, должны быть проверены на прочность и герметичность. На прочность давления, как требуют тепловые хиты 1,25, хотя мы полтора, полутора давления проверяем у себя. И при этом не должно наблюдаться потери устойчивости. Вот видите, характерные фотографии шимпонов, которые потеряли устойчивость при испытаниях на повышенное давление. Ну, а на герметичность испытывается при рабочем давлении. В ГОСТе определены критерии оценки герметичности. Следующая операция обязательная проверка термостойкости. Что такое термостойкость? Если сифон в целом, а у сифона, как правило, изготовлены многослойные, если между слоями в процессе гидроиспытания попала вода, то это может привести при резком нагреве трубопровода свыше 100 градусов в таком разрыву оболочки, внутреннего слоя. Все 100% компенсаторов проходит после гидроиспытания проверку в печи разогретых до 300 градусов. И если произошло какое-то где-то обнаружено герметичность, такие компенсаторы остаются обраковываются сразу. До потребителя не доходит. Чтобы определить, если видите, у меня очень качественная фотография первая, после печки межевейка приобретает золотистый оттенок, то есть температура порядка 250 градусов. Это значит, что компенсатор в принципе можно определить проходил эти испытания. Если она серебристого цвета, то компенсатор не был испытан на беспойной гидроиспытности. Ну и также от партии отбирается количество определенных количеств опытных образцов и испытывается на подтверждение вероятности безотказной работы по циклическому нарубку. Испытания проводятся при давлении рабочих давлений. Для того, чтобы поддержать рабочих давлений, у нас на степе устанавливаются два компенсатора, создается необходимое давление и испытывается середина, средняя часть подвижная, один компенсатор сжимается, другой растягивается. ГОСТом определен длино количества циклов на эквивалентном режиме, то есть тысячу циклов на 70-процентном режиме от максимального перемещения компенсатора должны выдержать. Особенно вот посмотрите первая фотография трубка в пенополимер минеральной изоляции, подземная прокладка, подземная прокладка, применены компенсации, ну получилась такая конфузная ситуация, я был в Челябинске, тогда еще главный инженер Челябинской тепловой сети, тогда Кельянский Владимир Николаевич был, слушайте, у вас на улице Польбюса, как сейчас помню адрес, сейчас монтируются ваши компенсаторы, пятисотки, восемь штук, заходим у нас на складе лежат, мы сделали пенополимер и ждем, когда оплатите за билетик, а на то поехали, взяли такси, приезжаем, здесь что-то смонтировано, восемь штук, труба, в ТПМ-изоляции, компенсаторы, в пенополимер изоляция выцепованной оболочки, в этой самой, подземной, что категорически запрещено, что это такое, хорошо, все фоны, компенсаторы переварены с одной стороны, были, изнутри посчитал, у нас на пятисотке девять группов, там одиннадцать, и взяли, паспорт покажите, показывают паспорта, вроде, внешне как наше, с врединами, с разборниками, все как положено, подпись начальника ТК Анатолий Петрович Исминович, это 2010 год, Анатолий Петрович Исминович скончался в 2008, ну, это было в четверг, в пятницу мы вернулись в Питер, в понедельник пришла машина из Челябинска, забрала наше восемь конденсаторов, платил предварительно, заменили, и последнее, буквально, в августе месяце, два случая, на нижней фотографии, от меня справа, это стерлитомак, смаркировали двенадцать тысячников на теплотрассе, отрисовали трубопаровоз, сельфоним, теряли устойчивость, кто производитель, не буду называть, но это производитель, известно, что покупает турецкие сельфоны и делает своей конструкцией. Аналогичная ситуация, вот две фотографии, следующие, на эту фотографию, на эту фотографию, показаны, как после обрисовки восьми штук семисоток, здесь четыре, еще на втором фотографии такая же, они все искривились, буквально через там дату фотографии стоят, их вырезали, вот они лежат на славке, сельфоны, как видите, не пойми, во что превратились, то есть, очевидно, что сельфоны были, не были рассчитаны на то давление, на которое заявил потребитель, поэтому, вот это есть гост, пожалуйста, во всех тендерах расписывают и требуют на соответствие этого гостя, чтобы он был. И вас уже не предъявится. У меня все. Спасибо.